Добрый день! Начинаем пресс-конференцию на тему Хантамансийска, столица зимних сурдолимпийских игр 2015 года. В нашей пресс-конференции сегодня участвуют Евгений Леонидович Редькин, директор Департамента физической культуры и спорта Хмао Югры, и спорта Геннадьевич Антоненков, директор Югра Мегаспорт. Здравствуйте, господа! Надеюсь, вопросы будут для вас не неожиданностью не окажутся. Итак, сегодня мы разговариваем о сурдолимпийских играх, которые состоятся в 2015 году, поэтому, я думаю, стоит начать с какой-то общей информации, которая у вас есть наверняка. Решение о проведении игр было принято специальной комиссией, которая создана при правительстве Российской Федерации. В январе 2014 года губернатор Югра Наталья Леонидовна Комарова представляла наш регион как кандидат на проведение 18-х зимних сурдолимпийских игр. Данная заявка была согласована и одобрена Международным комитетом спорта глухих, сурдолимпийским комитетом России и, соответственно, уже комиссией при правительстве Российской Федерации по проведению крупных спортивных мероприятий на территории России. Поэтому все соответствующие согласования и одобрения нами получены. К сожалению, немножко опять мы попали в цейтнот, то есть достаточно поздно было принято решение, хотя мы об этом говорили еще в 2012 году. Но, тем не менее, решение это было принято и сегодня мы активно занимаемся и просим, обращаемся к средствам массовой информации, чтобы более активно говорили о том, что действительно игры будут в Ханты-Мансийске в 2015 году. Осталось, скажем, меньше 8 месяцев, поэтому исполнительная дирекция, которая создана на базе автономного учреждения «Югра-Мегаспорт», активно занимается сегодня, разрабатывается, разработаны уже, утверждены Организационным комитетом. Комитет возглавляет Наталья Комарова, губернатор Югры. Ей поручено, соответственно, комиссией при правительстве Российской Федерации его возглавить. Кроме Ханты-Мансийской, еще соревнования по горным лыжам пройдут в городе Магнитогорске, Челябинской области. Тоже соответствующие договоренности уже есть, соглашения есть, подписаны. Мы уже активно этим занимаемся, всеми вопросами. Хотим, чтобы действительно средства информации нам помогли в части освещения, в части информационного сопровождения игр. Потому что, в общем-то, все понятно, какие виды спорта пройдут. Тут уже существует программа по дням по видам спорта, еще по времени, еще не определились, не утвердили. Это полномочия уже Международного комитета спорта глухих и с соответствующими федерациями по видам спорта международных. Но по дням уже программа у нас есть. То есть разработали мы также, не разработали, а приняли участие в конкурсе по определению символа этих игр. Определена цветовая гамма, то есть весь дизайнерский, так сказать, цветовой фон, который будет на играх. Он утвержден Международным комитетом спорта глухих, Сурдалимпийским комитетом. И поэтому сегодня, в принципе, уже можно активно это все афишировать, информацию, все размещать. Есть что добавить в общей части, так сказать? В общей части могу добавить, что комиссия представителей Международного комитета, Российского комитета, приезжали уже в Ханты-Мансийск, осмотрели объекты. Таких инспекций уже было две. Мы получили некоторые замечания по поводу этих визитов. И сегодня общее мнение такое, что объекты почти готовы до проведения игр. Остались некоторые доработки, есть некоторые пожелания, которые мы, конечно, попытаемся удовлетворить, исполнить. И на нашем уже стандарте высоком уровне провести эти игры. Давайте поговорим о волонтерах. Большое количество спортсменов, гостей ожидается в Югры. Сейчас начали подготовку волонтеры. Расскажите немножко подробнее о планах по подготовке волонтеров, сколько волонтеров будут, как они будут использоваться. Ну и вопрос, так сказать, к нему же вообще, сколько, какие страны участвовать будут в Сурдалимпийских играх. Огласите состав участников, если таковой уже есть. Да, как на любых крупных мероприятиях, так и на Сурдалимпийских играх у нас будут задействованы группы волонтеров, которые будут сопровождать участников непосредственно с момента их пребывания на Егорской земле и на протяжении всех игр и до момента отбытия. Таких участников волонтерского движения мы насчитали порядка 350 человек. Они будут готовиться на базе Центра адаптивного спорта. Сегодня уже первые люди, изъявившие желание участвовать в этом движении, они у нас есть. И двери не закрыты, то есть принимаем всех желающих. Достаточно активное участие у молодежи. В основном это старшеклассники и студенты учебных заведений. В сентябре месяце состоится семинар по обучению основам Сурд языка, жестового языка, то есть чтобы люди могли поприветствовать, объясниться, понять какие-то основные вещи. Извиняюсь, Наспорганович, если вы обратили внимание, вот символ наших игр, он в виде руки, как бы в виде руки, с одной стороны. С другой стороны, это наша птица Тетерев, ну, предсотворение Егорской земли. И с другой стороны, это как бы жестовое, так сказать, жестовое общение языковое. Тогда сразу, я вдогону, тоже еще один вопрос. А привлекаться будут специалисты по Сурд переводу? Международный комитет спорта глухих будет нам оказывать содействие с Министерством спорта Российской Федерации. Будут приглашены специалисты с международным Сурд языком, потому что обычный жестовый язык, как бы, ну, в России он один, а международный он очень отличается. Поэтому мы будем готовить также специалистов с международным жестовым языком, обучать будут нам, помогать вот в этом будут эти организации, соответственно. Я добавлю, что для нас тоже было небольшим открытием, что, оказывается, жестовые языки, они подразделяются, как и все языки мира, английский, российский и прочее, прочее, прочее. То есть, каждая страна имеет свой жестовый язык. Есть также международный жестовый язык, и получается иногда, чтобы понять друг друга, людям приходится два-три раза переводить с одного жестового языка на другой. Поэтому мы как можно больше на своих объектах будем использовать визуальную информацию, которая может читаться и символами объясняться, для того, чтобы ускорить взаимопонимание среди участников Олимпиады. Сегодня заявилось уже по представителю, для участия в Сурдолимпийских играх, уже заявилось по представителю каждого континента, поэтому цвета наши, как символ, здесь у меня есть ворота, вот символ Сурдолимпийских игр, это такой международный символ, как мы привыкли к пяти олимпийским кольцам, точно так же вот этот символ используется. Сегодня участники всех пяти континентов, они уже заявились, это Китай, Испания, Венгрия, Южная Африка, Австралия, Сингапур, Россия. Ожидаем участия более 30 стран и порядка 400 участников спортсменов. Объекты, которые будут задействованы, я думаю, что сегодня информация прошла, но еще раз повторюсь, это оба наших ледовых дворца, где будут проходить состязания по керлингу и по хоккею с шайбой. Также это горнолыжный спуск, наш комплекс Хвойн-Урман, там будут проходить соревнования по сноуборду и, конечно же, центр зимних видов спорта, наш биатлонный комплекс, где будут проходить состязания по лыжным гонкам. Сейчас вы предложили всем любителям спорта, всем, кто следит за развитием спортивной жизни в Югры, поучаствовать в удивительном квесте, придумать занятие мамонтенку, который уже стал символом сфордолимпийских игр в Ханты-Мансийске. Вот сколько заявок принято сейчас комитетом организационным и есть ли какие-то уже эскизы мамонтенка, занимающегося различными видами спорта? Да, у нас идет конкурс на имя этого чудесного зверяка, мамонтенка, символа сфордолимпийских игр. Поступило уже более 20 различных наименований, есть и серьезные, есть и с национальным колоритом, есть и шуточные названия. Поэтому пока конкурс открыт, мы еще раз привлекаем внимание жителей Югры, чтобы они поучаствовали в этом конкурсе. Сегодня такие заявки, вот сейчас даже назову самые интересные, мамонтенокух, югрик, кукуруза, экви, что означает равный, и талынай, что в переводе с мансийского означает зимний огонь. Кроме того, есть, конечно, еще и совсем смешные и такие забавные названия, которые я сегодня пока называть не буду. Кроме названия, также проходит конкурс и на визуализацию видов спорта, то есть, как мы сказали, керлинг, лыжные гонки, хоккей. То есть, мы хотели его видеть в разной экипировке, в хоккейной, с керлингом. И здесь фантазия не ограничена ничем. То есть, люди могут заниматься изучением, так скажем, особенностей строения мамонта. В упражнениях этим видом спорта мы ждем мамонтенка на сноуборде, на лыжах, с керлингом, щеткой и, конечно же, в хоккейном шлеме. Различный вариант. Сегодня есть уже какие-то наработки, предложения. Пока откликаются, как правило, любители того или иного вида спорта. А пока еще ни одного не было представлено художника, который бы во всех четырех видах спорта отразил его. Но это, конечно, задача такая нелегкая и требует творческих данных. Видимо, все еще впереди, потому что до какого числа конкурс продолжится? Он был объявлен до 1 августа, но учитывая такое большое внимание, я думаю, что мы его продлим. Потому что задача очень сложная. Я думаю, что мы его продлим до 15 августа. На Судоолимпийских играх примут участие, будет разыгран 31 комплект медалей, примет участие около 450 спортсменов из 30 стран. И вот вопрос какой. Сейчас как готовится сборная команда России, где готовится? Есть ли в составе сборной России наши земляки-югорчане? Где они тренируются? В общем, в каких видах спорта они выступят? В составе сборной команды есть представители игры, лыжники. Они готовятся к компоненту, постоянно одного места пребывания. Поэтому в течение всего подготовительного периода в разных местах они будут проходить подготовку, в соответствии с своим календарным планом. Все готовятся по своим направлениям, по видам спорта, скажем так. Сверх естественного ничего такого нет. Поэтому, честно говоря, мы за своими-то следим, как у них проходит подготовка. Чтобы все хватало, чтобы своевременно были профинансированы эти сборы, чтобы соответствующая экипировка была в наличии и так далее. В принципе, министерство спорта свои обязательства выполняет. Поэтому мы готовы лишь где-то, если что-то подстраховать, помочь. На сегодняшний день проблем, насколько я понимаю, нет. Мы с Патком Геннадьевичем были в мае месяце в Москве. Видели, как готовится сборная команды России по керлингу. Достаточно интересно. Может быть, будет интересно и с журналистом нашим услышать о том, что, во-первых, уже на протяжении трех лет подписано соглашение о том, чтобы развивался керлинг. Керлинг не очень просто, он в Российской Федерации развивается. С одной стороны, кажется, что он непопулярный, но это не так. На самом деле, достаточно интересный вид спорта. И очень массовый он может быть, поскольку единовременно на одной площадке может находиться 10 до 12 человек на одной дорожке. Таких дорожек, скажем, в параметрах хоккейного ледового площадки их может быть порядка 6-8. Поэтому можно посчитать, то есть больше, чем хоккейная команда. И мы планируем и для себя, как бы, приобрести определенный опыт перед проведением Сурдолимпийских игры, где-то в начале января, в период, наверное, зимних каникул, чтобы это было интересно, и в первую очередь детям проведем здесь турнир совместно с Федерацией Керлинга России. Есть такие договоренности. Как будет называться турнир, пока мы еще не знаем. Это должна определиться Федерация. Но планируем в начале января провести, как бы, и показательные соревнования. Пригласим, наверное, и звезд наших российских, которые, профессионалы, которые, возможно, пройдут мастер-классы. И, наверное, слышали, что планируется строительство трех керлинг-центров в Югре. Это в Сургуте, в Нижневартовске, в Ханты-Мансийске здесь сейчас идет проектирование. Поэтому мы хотим, чтобы вид спорта развивался и стал интереснее для югорчан в том числе. Господа журналисты, есть у вас вопросы? Вчера вечером стал известен календарь КХЛ и МХЛ. Вот такой вопрос сразу. Дело в том, что начинается, естественно, с 4 сентября и кончается 24 февраля. С МАКС-Металлорусом. Если наша команда, конечно, будет играть как эти два сезона, то проблем не будет. Но если все-таки мы попадем в плей-офф, то там может быть небольшие накладки. И у МХЛовцев, и у КХЛовцев. Поскольку вы сейчас сказали, что один будет за зал, одна ледовая будет под керлинг полностью, где играют мамонты, а вторая у КХЛ под... И у них там такой плотный график плей-оффа, что я не знаю, где там будут окна искать. И не помешают ли они друг другу? Начнем с того, что вчера у нас состоялась приемка двух ледовых дворцов к очередному сезону. То есть объекты комиссия осмотрела, КХЛ, МХЛ, и дала заключение, что объекты абсолютно готовы к проведению, к началу сезона. И, соответственно, был подписан акт четырехсторонний о готовности объекта. Информация о том, что прошла... Вот был утвержден перечень игр, да, мы тоже так вообладаем, хотя на официальном сайте КХЛ еще расписание не вывешено. Сегодняшнее утро. Сегодня утро. Появилась, да, она. Но еще до вывешивания этого расписания, еще в начале лета, в мае месяце мы обращались к КХЛ о том, чтобы они предоставили нам окно для проведения как турнира по керлингу, который мы планируем в начале следующего года провести, так и для проведения Сурдо-Олимпийских игр. Мы нашли взаимопонимание с континентальной хоккейной лиги по этому вопросу, и я думаю, что здесь вопрос будет решен в положительной стороне. Я добавлю еще к тому, что действительно, несмотря на то, что график там очень плотный, и молодежная хоккейная лига, и континентальная хоккейная лига, даже, и мы очень надеемся, что если мы пробиваемся в плей-офф, у нас игры в плей-офф, то в любом случае мы, я думаю, уложимся в тот временной период, который сегодня 28 марта, это уже, в принципе, в это время игры в плей-офф уже в разгаре как бы идут, да, и тут можно отрегулировать, скажем, проиграть, сыграть в гостях или сыграть где-то, или на своей площадке сыграть. Плюс, ко всему, мы не должны забывать, что у нас есть сургутская площадка, где мы тоже планируем, и там соответствующие комиссионные были обследования, где соответствующие даны рекомендации, чтобы привести надлежащее в соответствии с критерием проведения молодежной хоккейной лиги, то есть можно будет матчи хоккейной лиги молодежки провести и в городе Сургуте, и, во-первых, это поднимет интерес к хоккею, ну и мы знаем, что сургутяне это одни из, скажем так, в авангарде, где хоккей начал развиваться в Югре, и большие традиции хоккейной школы детской, поэтому у нас всегда есть запасной аэродром, скажем так. Сергей Леонидович, скажите, вот эти лыжники, лыжники-югорчане в составе сборной, сколько их, и кто это конкретно, можно сказать? Значит, это Сергей Ермилов, Алексей Грошев, Степан Кузнецов, Анна Федулова и девушка у нас есть сноубордистка Мария Подаровская, дочь нашего главного тренера сборной команды округа по сноуборду. Спатагина, теперь вопрос к вам. Вы сказали, что объекты почти готовы. Вот так вот, что еще не готово конкретно, что это за объекты, и когда комиссия приедет в следующий раз, чтобы проверить окончательную готовность? И что уже, кстати, сейчас можно посмотреть, потрогать руками? Потрогать руками можно практически все. Все объекты, они существующие, они готовы к проведению, но на всех объектах есть одно общее замечание, это недостаточное количество как раз визуальной информации. То есть указателей, табличек и прочих элементов, которые мы, конечно, подготовим, сделаем, и я думаю, что вопросов здесь не будет. То есть главная задача, любой слабослышащий человек, спортсмен или тренер, я не знаю кто там, он должен без посторонней помощи видеть и понимать, куда ему идти, где у него соревнования, где у него переодевания, где-то, значит, кафе, где транспорт, все остальное, то есть без посторонней помощи, так сказать, снять те барьеры, которые сегодня для них присутствуют. То есть остальные, все компоненты, они соответствуют, то есть других правил для слабослышащих спортсменов нет, они соответствуют правилам обычных спортсменов по всем этим видам спорта. И поэтому мы тесно взаимодействуем с федерациями всероссийскими, которые как раз нам помогают в части соответствия, наличия и так далее необходимой информации. Сегодня потрогать любой можно объект, правильно сказать, руками. Но в части визуализации мы как бы еще не размещали всю информацию недостающую. Ну, я думаю, что у нас есть время, поэтому до конца 2014 года, я думаю, вся эта визуализация, так сказать, будет налажена на всех объектах. То есть получается, что... От аэропорта, все, значит, размещение, сами спортивные объекты, все это будет присутствовать и, естественно, будет согласовано с Сурдолимпийским комитетом, международным комитетом спорта глухих. То есть я так понимаю, что город к Сурдолимпиаде еще и украсится определенным количеством. Кстати, оно строго регламентировано или это на усмотрение? Нет, не определенного регламента нет, но мы хотим все-таки, чтобы Сурдолимпийские игры, это третье по значимости мероприятие после Олимпийских игр, паралимпийских игр, Сурдолимпийские проходят в России. Впервые, кстати, три Олимпиады зимних, да, они пойдут в одной стране. И мы планируем провести эстафету Сурдолимпийского огня, символическую зажжение того огня на открытии, на церемонии открытия. Ну, то есть, чтобы все это соответствовать символам олимпизма. Скажите, указатели и указателями, а язык, тем более международный, да, волонтеров как будут обучать? Какие-то учителя с мировыми, скажем, именами? И это же достаточно сложно. Не будет ли путаниц? У нас основная задача, то есть у нас, в принципе, дефицит, скажем, да, специалистов, которые вот занимаются, ну, скажем, переводом обычным жестовым языком, знаниями жестового языка. У нас, в принципе, даже на территории Югры нет общества глухих, да, которое есть, российское общество, да, на территории Югры нет этого, то есть в Тюменской области есть, а в Канты-Мансийском округе нет. Поэтому эта задача основная, ее поставил перед собой Международный комитет спорта глухих, возглавляет его, к счастью, наш соотечественник Рухлядев Валерий Никитич, вот, Валерий или Владимир? Валерий. Валерий, да. Вот, и, конечно, мы в первую очередь ждем оказания содействия именно от Всероссийского общества глухих, которые будут нам помогать готовить таких специалистов. Я думаю, в дальнейшем эти специалисты пригодятся, ну, и в других как бы отраслях, не только в спорте, да, но будет проще, наверное, нашим на земле жителям Югры, которые слабослышащие являются или глухонемые, адаптироваться вообще для обычной жизни. Ну, однозначно мы будем готовить специалистов, тоже и желающие такие есть. Вот уже Спарта Геннадьевич сказал, на базе Центра адаптивного спорта такие мероприятия будут проводиться. Ну, помимо еще и волонтеров, мы должны еще и подготовить болельщиков, потому что, понятно, есть специфика болений на стадионах, и люди, которые, спортсмены, они же не слышат аплодисментов, крик дудилок, поэтому тут гудилы использовать нельзя, но все болельщики должны знать, что такое приветствие, аплодисменты, и международный жест аплодисментов, он должен быть на трибунах, поэтому нам нужно еще обучить и болельщиков как-то делать, приветствовать спортсменов. А вы уже знаете какие-то жесты сами? Я вас люблю. Так, 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 еще раз. Это международный жест. Хороший жест. Еще, господа, журналисты. Интерфакс Урал, Ирина Хасанова. Скажите, пожалуйста, когда будет завершено строительство керрик-центров? На какой период? Ну, я уже сказал, что сегодня еще проектирование ведется, поэтому хотят заниматься 14, 15, 16 год по плану у нас. Это, в центре будет рассчитано на детский спорт в основном? Ну, это, почему на детский? На любой, то есть, понятно, что детей мы там будем обучать, но сегодня керлинг, это, у него нет границ возрастных, то есть, грубо говоря, может человек ходить, и вот, пожалуйста, тренируйся, играй, занимайся. В пожилом возрасте, и все, наверное, видели на Олимпийских играх, там, людям, которым уже за 50 лет они спокойно участвуют, и даже, у них даже это лучше получается. Еще вопросы? Можно я сразу скажу, что, ну, естественно, если все называть своими именами, то Югра второй раз в своей истории протягивает руку мировому спорту. Первый раз, как вы помните, 10 лет назад, когда мы реанимировали Кубок мира по шахматам, который уже фактически никому был не нужен, а теперь за него все дерутся. И вот сейчас, ну, все прекрасно знают, что предыдущие зимние сурдолимпийские игры, которые должны были пройти в высоких татрах, были отменены финансами, и очень отвратительно прошла сурдолимпиада в Софии. Причина, потому что ее, блин, она в третий раз переносилась, и ее фактически назначили чуть ли не за два с половиной месяца. Наши спортсмены об этом очень много рассказывают. Естественно, мы хотим спросить такой вопрос. Как будут освещаться, будут ли в электронных СМИ прямые трансляции? Это, естественно, экспорт Геннадьевич. Будут ли работать сайты, чтобы вся информация, которая была, проходила, выходила бы не как, допустим, в Софии, что аж только на третий день мы узнавали о результатах. А, допустим, будет ли это сейчас? От вас зависит. Это понятно, но дело в том, что будет ли создан непосредственно комитет или там сайты уже созданы какие-нибудь, чтобы это было тут же, сейчас можно было на них с ними работать и с ними это, ну, чтобы получать оттуда информацию. Да, нами разработан сайт сурдолимпиады. И, конечно, будет создан пресс-центр, будут аккредитованы журналисты, будут созданы технические возможности для того, чтобы оперативная информация поступала в сеть интернет. Будет выбран бродкастер, который будет осуществлять трансляцию и подачу международного сигнала. Также будут заключены соглашения, соответствующие с федеральными каналами, и я надеюсь, что и международные телерадиокомпании будут заинтересованы в получении сформированного бродкастером международного сигнала. Но сегодня эта работа, она еще ведется, сегодня мы однозначно не можем сказать, кто заявился и на каких каналах это проведет. Такая информация будет опубликована после утверждения подписания соглашения между международными комитетами, потому что они обладают правами на трансляцию и бродкастером. Нами рекомендована телерадиокомпания «Югра», как бродкастер, который будет освещать Средоолимпийские игры. Но пока еще соглашения все не подписаны, они в работе. Добрый день. Ксения Чистякова, «Югра». Скажите, пожалуйста, на каком уровне, даже не уровне, как по сравнению с другими странами готова наша сборная? Еще раз хочу сказать, что в принципе подготовка сборной команды не в нашей компетенции находится, но если судить по прошедшим мигам, то российская сборная по всем этим видам спорта является фаворитом. Мы надеемся, что общее количество завоенных медалей будет за нашей командой. Валентина Щербич, «Радио Югра». Скажите, пожалуйста, как будет организован приезд волонтеров, за чей счет их размещение, питание, возможно, какая-то культурная программа? Понятное дело, что обеспечением и приездом, и размещением питания всех волонтеров находится в компетенции организационного комитета нашего. Заниматься этим просто будет исполнительная дирекция. И в этой части мы, конечно же, хотим, чтобы волонтеров наибольшее количество было с территории Югры, с Ханты-Мансийского округа, но не исключаю того, что будут желающие у нас из других субъектов Российской Федерации. Поэтому, как любой человек, они также будут размещаться, питаться. Я сразу скажу своим коллегам, что, во-первых, сборная будет отбираться еще только по итогам зимних соревнований, которые пройдут в декабре-январе, чтобы этот вопрос немножко сразу снять. И сейчас еще рано об этом говорить, кто туда попадет. Потому что это все-таки принцип олимпийского отбора, еще никто не отменял. У меня вопрос такой. Ну, вообще-то у нас, опять же, Парту Геннадьевич, наверное. Дело в том, что самое приятное все-таки для любого спортсмена это церемония награждения. Вот, как ни крути, у нас все-таки здесь будет 26 раз это произойдет. Дело в том, что 7 раз это будет в Магнитогорске. Ой, 27. 26 раз будет там, общее количество 33 раза. И 26. Быть ли какая-то изюминка вот наша хантейская, ну, какими-то хантейского округа, именно предпочтена? Потому что на предыдущих вот сурд-олимпиадах это выглядело очень даже, вот, судя по фотографиям, видео, которые привозили наши спортсмены, ну, очень не впечатляюще. Да, у нас церемония награждения уже предварительно наговаривалась на совещании. Также мы готовим наградную атрибутику сегодня. Во-первых, она будет награждением медалями, будет происходить на центральной нашей площади. Конечно, это, наверное, так и должно происходить, потому что внимание мы должны привлечь всего населения. Интерес, я думаю, будет повышенный. Поэтому цветочные церемонии, как это и подобает, происходят у нас на местах проведения соревнований, а уже церемонии награждения будут происходить на центральной площади соответствующим сопровождением, торжественности, аплодисментов, наверное, фейерверков. Мы, кстати, такие мероприятия уже проводили. Если вы помните, чемпионат мира 2011 года по биатлону, церемонии награждения были рекомендованы даже в Международной Федерации, чтобы они происходили именно в центральной части города, чтобы максимально количество людей могло увидеть эту торжественность. Ну и спортсменам, думаю, приятно. Если мы вот сейчас говорим о соревнованиях, а есть ли постановщик в церемонии открытия и закрытия игр? Ну, вопросы эти курируют департамент культуры. Я думаю, они определятся, кто там будет постановщик, кто режиссер. Там больше, наверное, к ним вопрос. Ну, я думаю, найдется творческий человек, который будет к ним вопросами заниматься сценарием и так далее. У меня уточняющий вопрос по поводу учреждений и вообще города, насколько он будет удобным для спортсменов. То есть, что уже сделано, какое оборудование и где установлено, и что еще где предстоит, скажем так, построить, установить? Что касается удобства города для посещения слабослышащими, мы понимаем, что вместе с командами приедут и болельщики. Мы понимаем о том, что мы не должны ограничивать свое наполнение визуализации только спортивные объекты и места проживания. Мы понимаем, что люди будут гулять по городу в свободное время, поэтому мы провели уже ряд встреч с администрацией города Ханты-Мансийская, прошли пешком по предполагаемым местам движения болельщиков и определили места установки различных указателей, которые будут выполнены в стилистике сурдолимпийских игр, чтобы это было наглядно, красиво и удобно всем участникам. Такая работа с городом у нас ведется. Кроме того, все-таки есть желание и у администрации города тоже некоторых своих специалистов обучить основам сурдолимпийского языка для того, чтобы у нас, кроме волонтеров, мы уже имели и какие-то, может быть, контакты и с сотрудниками правоохранительных органов. Кто-то, может быть, тоже с их стороны было такое желание такие самые основные жестовые слова изучить. И были желания в основных торговых центрах, чтобы были такие люди, которые могли помочь где-то разобраться, посмотреть, допустим, было желание и кинотеатры, и музеи, и другие места, где могли бы быть наши гости на период проведения. То есть такая комплексная работа, она еще ведется. Следующее заседание у нас будет через неделю, на которое мы будем подведить итоги вот этого вот обследования обширного города на удобство посещения слабослышащего. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к обоим гостям. Вы прокомментируете ситуацию с передачей клуба «Югра», «Арина Югра». Правда это? Правда. Но здесь ничего такого сверхъестественного нет. Все это в любом случае находится в контроле и ведении департамента спорта. Поэтому будем считать, что это одно из структурных подразделений наше. Поэтому передано это для того, чтобы, скажем, повысить эффективность управления Ледовым дворцом, привлечения инвесторов, спонсоров, чтобы все понимали, что у правительства округа серьезные намерения в отношении хоккейного клуба, что он не просто так на бумаге созданное коммерческое партнерство, это серьезная организация, которая имеет, скажем, оперативное управление и свое имущество государственное. Вот для этого. Других причин нет? Нет. Мы надеемся, что это привлекет, еще раз говорю, спонсоров, инвесторов, чтобы это были, скажем так, обязательства не только правительства округа. Он и сегодня, как бы, имеет, да, внебюджетные источники, но мы хотели видеть более серьезное вливание, скажем, финансовое со стороны предприятий, которые находятся в Югре. Надеемся, что будет, что будет результат? Результат однозначно будет улучшенный, заявляет и руководство. Я не знаю, было у вас, нет? Пресс-конференцию еще не проводили с новым тренерским штабом. Ну, пользуясь случаем, могу сказать, что планируется в конце августа презентация хоккейного клуба «Игра». Не помню, какая точная дата, наверное, в районе чего. Нет, не помню. Вот. Будет она происходить в ДК «Октябрь». Ну, дату могу уточнить сейчас, боюсь ошибиться, чтобы не наворотом. Поэтому весь состав уже утвержденный, скомплектованный, можно увидеть будет именно там, где будут по традиции раздаваться майки хоккейные с номерами, минными. Вот. Ну, я очень надеюсь, что новый тренерский штаб, который возглавляет сегодня олимпийский чемпион, 92-го года, кстати, тоже, Дмитрий Юшкевич, летели мы вместе с Олимпийских игр в 92-м году на одном самолете, возвращались к хоккейной командой. Поэтому был приятно, конечно, удивлен, что именно этот человек, в прошлом он работал в клубе «Локомотив», и сами видели, как команда это уступала в этом сезоне. Поэтому надеюсь, что свежая кровь, хорошие амбиции этого тренерского штаба принесут нам положительные результаты. Есть вопросы еще? Можно последний вопрос тогда? Как всегда, о событиях мы поговорили, мы поговорили, собственно говоря, об открытии и закрытии. Самое интересное, в общем-то, можно ли узнать размер призовых, ведутся ли об этом какие-то уже, так сказать, разговоры, ясно ли, сколько получат олимпийские. Это некоммерческое предприятие, поэтому организационный комитет этими вопросами не занимается. Что касается наших спортсменов, которые, мы надеемся, завоюют олимпийские медали, то существует наш нормативный документ, постановление правительства, где все прописано, сколько за первое, сколько за второе. Это региональный документ. Поэтому на уровне Российской Федерации там существуют свои нормативы. То есть в министерстве спорта каждый уплачивает на премиальные деньги. А всем призерам и чемпионам, естественно, таких полномочий у нас нет, и задачи такой не ставят. А вот что касается билетной программы на Сурд-Олимпиаду, то будет, когда это будет известно, что и где можно будет их заказывать? Ну, болельщики, чтобы люди могли бы заранее это все решать вопросы, потому что ждать большое, чтобы, как в Сочи, не получилось, что приезжаешь и никуда ничего не достать. Безусловно, билетная программа, она зарабатывается нами. Места приобретения билетов будут уже традиционные. Это, конечно, в первую очередь интернет для тех, кто не может подойти к нашим кассам. Также будем задействовать некоторые другие торговые сети. Как мы это обычно делаем, когда распространяем билеты на этапы Кубка мира по биатлону, чемпионаты мира по биатлону. Этап Кубка мира, кстати, пройдет за неделю до начала игр. С одной стороны, мобилизуем. Цена на билет, она у нас есть определенные соглашения, уже наработки, но пока она не утверждена, мы ее не будем озвучивать. Спасибо вам большое.